Мировая квалификация, навыки, умения, мастерство, искусство, ловкость – все эти слова подходят под определение чемпионата WorldSkills. Именно этими качествами обладают его участники. Галина Дьякова на последнем курсе колледжа. Профессия дизайнера одежды девушку привлекает с детства. Говорит, настоящая леди должна быть не только красавицей, но и рукодельницей. Еще в школе начинала шить, участвовала во многих конкурсах. Я считаю, что эта специальность необходима. Всегда найдется работа, всегда можно подобрать себе одежду по фигуре и вообще будет очень все красиво выглядеть. Важно уметь работать не только головой, но и руками, подчеркивает и Руслан Багапов из Тольятти. Молодой человек учится на облицовщика-плиточника. Сегодня ему и его соперникам выпала патриотическая миссия – сложить из кафеля пятиконечную звезду, георгиевскую ленту и слово «Победа». В одном плане кажется сложным, рассмотрев некоторые детали, но в каком-то плане легко. Главное быть аккуратным. Когда я выбирал профессию, мне нужно было будущее хорошее. Я выбирал то, что принесет мне заработок хорошим в дальнейшем. В чемпионате профмастерства по стандартам WorldSkills в Самаре участие примут около 70 молодых специалистов. Жюри предстоит выявить лучшего в 15 профессиях – парикмахеры, электромонтажники, сварщики, повара и многое другое. Основная цель чемпионата – популяризация рабочих профессий, а также повышение профессиональной подготовки и квалификации специалистов по всему миру. Это профориентационный сигнал для школьников, который показывает ценность труда, который показывает то, что буквально вчерашние школьники уже умеют делать очень профессиональные и красивые творческие вещи. И плюс знакомство, конечно, с новыми технологиями, потому что все компетенции проводятся на новом оборудовании. То есть это совершенно современное всеоснащение. И впоследствии работодатель будет заинтересован принять такого работника, который владеет соответствующими навыками. По итогам регионального этапа WorldSkills победители получат ценные призы и денежные премии, а также возможность принять участие в соревнованиях всероссийского уровня. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. Субтитры создавал DimaTorzok